И потом... Это музяка из Fantasy Star, которая как бы навсегда ingrained in my memory, потому что она слишком catchy и восьмибитная. Вообще, так круто, что она Master System 8-битная, музяка вообще, и интересно, как оно на Sega звучит, хотя у меня же есть всё-таки и Sega-овский саундтрек тоже, но его не выпускали, и, наверное, интересно, те, кто делали звук для 8-битных систем, они могли предвидеть, что он однажды будет translated в FM-чип? Непонятно. Но сейчас не об этом. Мне именно хотелось поиграть, и поэтому, ну, на эмуляторе не хотелось, я хотел запустить, но думаю, если я запущу и не запишу, то я не запомню своих, как бы, впечатлений о ней, поэтому, ну, я записываю вообще, несмотря ни на что, короче. Только что попробовал запустить на NTSC J, или, да, J, она не запустилась, говорит, только в PAL регионе запускается. Ну, короче, я включаю, а там будет видно. О, хотя бы работает. Когда есть картридж, знаешь ли, эмулятор не хочется запускать вообще, и, конечно, ещё я сегодня понял, ну, ладно. О, да, я помню, я, по-моему, это видел. Я очень-очень давно играл, и даже не помню, когда. А, ещё. Тут как-то в обратном порядке логотипы идут. Ага, вот. Ух, музыка. Такое именно техно, такое странное. Да, кстати, саундтест. Вот, кстати, между прочим, эм... А, это звуки. Такой именно биткраш. В общем, я сегодня о ней уже сделал выпуск, но поскольку это как бы не будет частью этого видео, то я могу тут ещё тоже рассказывать. В общем, я захотел купить эту игру, потому что я на SNES слышал саундтрек к ней, дайвинг-песня именно. Надеюсь, она тут есть вообще. Андрей Уоджер, вот это, наверное, она, потому что, ну, короче, на SNES-версии этой игры, песня дайвинг настолько уникальная, удивительная, звучащая. Я её услышал до того, как я даже узнал, что это из игры музыка, и что это SNES, потому что она звучит настолько, как бы, круто, органично, что я всегда был уверен, что это просто как такое произведение, как вот Олрик Шнаус, например, есть такой электронный, как это, ну, композитор, продюсер, не знаю. Короче, сама песня звучала очень круто, но я тут не буду включать, я хочу до неё добраться именно честно, я хочу пройти первый уровень, потому что я помню, я когда запускал очень давно эту игру, то я на первом уровне увидел, как вот на вот этом плоти, там надо что-то, ну, как вид сверху, почти как в Desert Strike и прочем, ну, игры такого типа. И мне не захотелось с неё играть, я не понял, что надо делать, и, как бы, из-за этого я не знал, что на втором уровне меняется всё, что там можно будет с видом сбоку, получается, плавать там с гарпуном. Но я видел второй уровень на телевизоре в том месте, где, короче, я менял картриджи очень давно, ещё в школе, когда, в том месте, где сейчас вообще в другое здание, я думаю, предыдущее снесли, и, ну, там, где меня, точка обмена игр тоже там была не вечно, как бы, только вот чисто, по-моему, в пятом и в седьмом, с пятого по седьмой классы мои, оно там было, и я всё время менял картриджи, так я переиграл все свои любимые игры, как бы, которые сейчас стараюсь восстановить, короче. И Waterworld один раз играла там на фоне, я не знал даже, что это за игра, я потом только увидел, что в этой игре, оказывается, есть тот уровень из того кусочка, который я видел на экране, в общем. И поэтому сейчас хочу преодолеть первый уровень, чтобы добраться до второго и услышать, как на Сеге звучит та песня, которую я очень долго слушал, и, как бы, кстати, what the hell, я могу сейчас взять и включить, собственно, этот трек, чтобы он играл, чтобы было понятно, о чём я говорю, потому что он у меня тут есть в... Сейчас, найду быстренько. А, ещё Diving, Waterworld, вот, 11 минут звучит, ну, на самом деле, я думаю, она где-то 5, ну, вот, я, короче, включаю сейчас тот вариант этой песни, который мне нравится на SNES-версии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Окей, я не буду полностью включать, но... Ну, это было только вступление, по сути, ну, если она длится 11 минут, то можно догадаться, как она часто меняется, и как... там, блин... Ну, даже если 5, я думаю, ну, обычно в RGM-ах просто удваивают длину песни, чтобы... Не так быстро она заканчивалась, потому что обычно в играх, там, максимум минута трек длится. Но в этой... вот это было только такое очень долгое вступление, как бы, которое переходит в одну, как бы, тему, потом она переходит в другую, потом будет такая пауза небольшая, как в этих... Как когда Extended-версии песен делали, в общем, и оно так же звучит. И... ее настолько интересно слушать. Вот она мне именно напоминает вот эту песню Monday Part of the Mall у Лжика Шнауса, потому что та тоже очень долго, ну, очень часто меняется, и долго развивается, как бы, и... Эта тема, как бы, ну, не начинается моментально, а долго вступает, и потом, как бы, и ты вместе с ней, как бы, в музыке растворяешься, и она... они оба про воду, как бы, и поэтому... Она... они у меня как связаны ассоциативно, короче говоря. И поэтому я именно хочу, ну, хотел, чтобы у меня на картридже была эта игра, и я же даже купил, но она не работает, блин, именно на моей приставке. Наверное, картридж сам работает, возможно, я надеюсь, и он запустится на другой приставке. Я даже ради этой игры готов другую, может, приставку найти. Сейчас они такие дешевые, значит, что можно. Но прежде чем это, я, пожалуй, ну, то есть мне настолько в нее хочется поиграть, что я решил записать сейчас этот стрим. Так что, наверное, лучше такие... Эх, вот эта песня явно не соответствует тому, что я только что включал. Ну, ладно, старт. Эх, current location atoll's arena. А, их можно выбирать? А, нет, я вот могу... А, это, это как... Ну, тут, короче, невидимая стена, или видимая. В общем, верх нельзя мотать. Блин, оно слишком громко на самом деле. Звучит неплохо, кстати, но громко слишком. И я боюсь, чтобы меня было слышно, потому что микрофон, конечно, мой в последнее время слишком тихий. Я себе немного тише, к сожалению, сделаю. Да, FM звуки радуют, но... Вау, я не помню этой карты, я вообще не помню ничего об этой игре, честно говоря. Я ее запускал, может, один раз, когда мне было лет, не знаю, 15. Окей, остальные локации, похоже, пока недоступны, поэтому надо сюда идти. И вот это вот я увидел и думаю, вот-то, вот-то... Так, он тут стрелять умеет. А, ага. Ага, вот так. Гарпуны. Так, кнопка А двигается вперед. Я бы уже... Я уже бы выглядел эту игру, если бы у меня не было цели дойти до... А, это патроны. Окей, я, кажется, понял. Да, она немного как батлтек, реально. Так, цешка выбирает оружие. В стреляет, а А двигается вперед. О, тут стена тоже. О, круто, я случайно попал. В это играть не весело, честно говоря. Так, я так понимаю, самолеты невозможно сбить, хотя это должно быть возможно. Понимаю, это по фильму, по какому-то не очень прикольному экран сделано. Кто там кричит? Мне очень хочется научиться стреливать на самолеты, потому что они мне больше всего сейчас мешают. Так, окей, во-первых, какая моя миссия? Песня тут, конечно, вообще. О, вот это прям как в игре Waterworld. Когда он в начале... Ой, в игре, в фильме. Лодка, хватит меня? Балкадник. Реально очень сильно похоже на... Strike Series. Так, что тут можно делать? Это же город. Что это вообще? Так, вот там что там? А, вот так тут... А, не, ого. Вот так я хотел сделать. Они закрыли. Прекольно. Ну, понимаю, кто враги, почему вообще... Что нужно делать? А, ну, может... Не. В Desert Strike, если нажимаешь в пробел, то там появляется список заданий, список патронов, предметов и всего такого. А тут такого нет. О, даже мина пригодилась. Кстати, мина хорошее оружие. Вот, да, для таких ситуаций. Пока развернешься, легче вот так вот. Да, круто. Может, мне нужно всех перестрелять как раз? Слейф Тейкон. О, может, я должен, типа, успеть... Так, почему она не встревается? Окей. Честно говоря, I'm tempted to... Ввести просто пароль для следующего уровня, потому что мне вот в это не хочется играть. Я почти рад даже, что оно мне не запустилось, потому что сейчас бы на сейхе кто-то мучился, и там ничего не видно просто. Я просто, когда записываю напрямую с экрана, телефон не видит ничего. Хороший способ. Нормальная песня, но как бы явно не на уровне всяких, которые еще могут быть тут. Точнее, звуки хорошие, но не... 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 ноты. Что нужно сделать? Так. They want slaves. Окей. Это Game Over, я так понимаю. Не, я, честно говоря, не буду континью, потому что я ни докуда не дошел, и на первом уровне тратить континью не хочется. Окей. Если бы я знал, что нужно сделать еще, как бы эти враги могут респауниться бесконечно, поэтому не факт, что с ними нужно сражаться вообще. Ну... так... ааа... Так... ааа... Так... ааа... Ааа... Вверх надо. Пока поменяешь оружие, но так долго. Ага. Вот этих можно вот этими патронами. С-шка просто очень далеко от кнопки А. Кнопка А двигается вперед. А назад... ааа... По-моему, вообще... Ааа... ага, вот. Можно направление движение... Нет. Показалось. Что там? Слейф Тейкен. Ну, я не могу никак этому помешать, потому что... Не могу даже с управлением вообще справиться. Вот, я как будто уже до конца карты дошел, или... Ага. Какой слейф? Что происходит вообще? Не, на самом деле не нормально. Ну, в смысле... Достаточно прикольная физика движения. Очень сильно, как в Desert, и Jungle, и Urban Strike. Просто шок. Цели непонятные. Пытаешь назад двигаться. О! Минусы подбираются. Так, у меня там, эээ... Вот это... Единственное место, которое... Может... Быть близко к тому, что можно считать миссией. Это вот это вот в центре здания, как в фильме... В начале. Я думаю... Мне туда надо добраться. Оно где-то должно быть в середине этой карты, по логике. О! Сердце подобралось. Как будто так уже. Только я не видел, как именно. О, вот. Лучше с анимация будет. Как вообще? А может надо взорвать это место? Правда. Вот они даже в него могут заходить. Это вообще... Странное показать этот, ну... Соотношение размеров. То есть вот этот дом, он как будто недостаточно... Он меньше, чем он должен быть. Или мой плод огромный, на самом деле. Стало, наверное, очень хорошо знать фильм. Потому что я смотрел где-то минут десять из него. И... Когда по телевизору показывали, и всё. И то только потому, что я знаю, что в Сеги есть игра. Понял? О! Там, по-моему, вот у меня только что подобралось... Слейв Тейкен. Может... Нужно всё-таки... С этими лодками сразиться и освободить, типа, в них... Слейвов. Ну, как они могут находиться в этих ящиках, вообще-то? Слейв Тейкен. Так просто... Вот эти вот лодки, они как будто бесконечно респаунятся. Не уверен, что я, как бы, их... Слейвов. 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 Один. Слейвов. Хочешь, хоть меня этот взрыв не заливает. Интересно, я защищаю слейвов? Может они на моем плоте? И плот на самом деле огромный, как ворон. Потому что вот эти маленькие, они как радиоуправляемые вообще. О, Enter Atal. Вот, похоже, я сделал достаточно от того, что, чего бы то ни было, что надо было сделать, так надо сохраниться. Because God knows, я не хочу это все перепроходить. Где я, Эйдзол? Кстати, да, управлять достаточно удобно. Вот именно, как в джангл трайках всяких. I assume, что это Айтол, потому что как бы больше в игре, ну, больше на этой карте ничего нет. О, есть. Что такое Айтол? Прям захотелось фильм посмотреть. Может там что-то нормальное, но я не думаю. Окей. О, так я, да, по-моему, я понял, что тут особо, получается, Лосес. О, утонуло меньше. Кэпчерacht. Кэпчерд, получается, эээ... Ну, лодками, потому что похоже, что такие я, ну, на себе, на вот этом плоту вез эээ... от Тойлерса вот этих. Их, типа, вот у меня украли, когда они приближаются. То есть их надо было не подпускать к себе, скорее всего. Дестройт. Я не знаю, я... Я рад просто, что я прошел тот уровень. Ого. Что тут так? Ой, как прыгать? Почему прыжок это А? Прыжок должен быть С во всех играх. Минимум Б, но тут А. Я, кстати, этот уровень, как и странно, тоже помню. Я его видел в каком-то видео. Хотя кто-то всякий, ну, Hidden Gems на Сегу, например, или что-то такое. Я не помню уже. Вау, круто. Тут даже вверх можно стрелять. Почему мы с этого не начали игру, кстати? Вот это круто. И даже, ну, достаточно удобно прыгать. Из-за того, что прыжок такой замедленный. Ага, прыгать, стрелять в прессе, и он не умеет. То есть, нужно повреждаться по-любому. Музыка такая именно технотипичная. Что же аж странно. Окей, значит, дайвинг это не... Я так жалею, знаешь ли, что у меня она не работает. Прям хочется найти теперь еще один картридж, который у меня заработает с ней. Потому что... Вот это, вот это круто. И даже первый уровень, в принципе, терпимый достаточно. О, прикольно. Песня поменяла ключ на ходу. Она в начале была чуть-чуть ниже, сейчас она стала выше от этого напряжения. Вот, сейчас опять обратно вернулась вниз. О, клона в прыжке, он умеет стрелять. Ой, кстати, я же могу выбирать оружие даже здесь. Вау, ножи. Они, похоже, бесконечные. Это тоже круто. Вау. О, ох ты, он может лав... О, нет. То ли меня похитили, то ли... Да, меня похитили. You are knocked out and captured by the smokers. Continue, конечно. Потому что этот уровень крутой. Так, бомба, динамит и ножи. Я лучше с ножами буду, мне кажется. Они достаточно мощные, ну, для первых врагов. Ну, не... Это, конечно, обидно. Крутая игра, я же говорю, блин. Я все еще надеюсь, что она запустится, но это безнадежно. Потому что на моей приставке не все картриджи запускаются. Опять же, я говорил... Много раз это говорил, но... Ам... Вот с этого уровня надо было начать игру, тогда бы в нее хотелось играть, потому что... Окей, но уже это не сильно мощное оружие все-таки. Гарпун тоже не очень мощный. Но, как бы, достаточно. То есть... Ты что, если бы я в свое время вот в это поиграл, мне бы оно очень нравилось. Потому что мне, например, в детстве нравились игры, типа, Джеймса Бонда, The Duel. Или... Дик Трейсикс тоже классный в этом плане. Ну и Роллинг Сандер тоже классный. И Шиноби, вот... Шадоу Дэнсер мне по-прежнему нравится. Мне такой тип игр нравится, именно полудвух... Ну, именно чисто двухмерных вот этих, как бы, экшенов таких. Хоть она... В данном случае она выглядит почти трехмерной. То есть объемная такая глубина есть в платформах и прочем. Но, по сути, она все-таки все еще как в Гулф Чайлд, например, тоже вот похож на эту. Так, ну, не упасть сейчас. Я, ну, надеюсь, что уровень, где нужно нырять, будет следующим. Следующим, потому что, я помню, он был где-то не очень далеко. Впереди, так. О, по-моему, вот сюда. Вот это же прикольно. То есть они могли бы присядь и стрельнуть, но они не умеют. И это, как бы, ограничивает игру немного. А, вот они еще подигнали, может быть, это тоже прикольно. А, я не могу. А, у меня или закончились. О, это типа взрывчатки прикольно. Ты шо? Еще и разные виды оружия. Не пойму, какую еще она мне игру напоминает. Ну, Гулф Чайлд больше всего, конечно же. Особенно это и визуально, и... Кстати, вот эти рыбы мне что-то напомнили Little Nightmares. Там на кухне такие висели. Такой звук, кстати, смешно. О, я не следил как-то за здоровьем, но... О, ноу. И все, как бы. Ну, я не успею... Я не нажал С, я думал, что С выбирает букву, потому что А не выбирала, Б отменяла. Я нажал С и... О, может я смогу продолжить? Там пароль не давали, случайно? Старт че-то не работает. Тут надо нажимать кнопки. Password. I don't know, actually. Окей. Может она будет доступна? Так нет, то и были континенты. Ну, то до F8, мне все равно. Я же сейчас хочу добраться только до той штуки. Так-то играть-то... Ну, в смысле, на видео, знаешь ли, важно, чтобы повторения особо не было. То есть, если это будет одно видео, посвященное этой игре, я вряд ли в нее буду еще играть, то... Ну, хотя бы... Надо не одно и то же перепроходить тысячу раз, потому что... Я осваиваюсь только. Хотя это тоже, по-своему, как бы, неотъемлемая часть процесса. Я вот этими буду стрелять, потому что... Таким образом, можно на дольше остаться целым. Ух ты, а это что? Блин, каждый раз они меня повреждают. Они по диагонали могут стрелять, а у этого не получается. Персонаж. Вау, как будто бы в тот раз... А, не, все равно, да, тут были. А? Вот эти бочки, кстати, больше всего порождают, по-моему. Тут тупик же, да. У него, он как будто тяжелее, чем он на самом деле. Он как железный летит, и... У нас странно от этого. Но, тем не менее, очень удобно управлять. Из-за того, что прыжок медленный, ну, падение, то оно классно. Я, конечно, по идее, должен... ...считать, чтобы они выстрелили пять раз, потом только начинать по ним стрелять, но... Ой, я вроде победил. Тут нужно было всех перестрелять всего лишь. Окей. Clear and make your... Made, наверное. Или... Тут неправильное время, короче говоря. Оу. Free map. Free mob. Food. Repairs. А, это я могу покупать, выбирать? Salvage. Ого, это чтоб, как... Типа, крафтинг, или, я не понимаю. Эм... Я не могу выбрать, но... Только вниз и вверх работает. Ну, вот... А, вон, сколько нужно. Три, допустим, да? Эм... Старт. Тут так странно, тут свои собственные термины, и оно так прикольно. Но мне больше, конечно, нравятся звуки в этой песне, именно на карте. Аж хочется взять этот звук и сделать из него песню сразу. Ну, басы, в смысле. Вот этот лид, I'm not so crazy about, потому что он слишком... Слишком... Nasal. Звук такой. Я не знаю русских аналогов этим термином, поэтому даже не буду пытаться. Мерилла. О, вот это, по-моему, оно. Старт? Ну, наверное, А. О, я Б нажал. Так это уже было. Зато тут пароль есть. F12. Эм... ППХККТФБХГ. Окей. Начинается. Окей, я сейчас должен, как бы, не допустить... Не подпускать к себе врагов. Супер. А? Они могли только что украсть. Их трудно не подпускать к себе, когда вращение настолько медленное. Так, если моя задача всего лишь перестрелять всех врагов, то мне вовсе не обязательно в таком случае даже перемещаться, по сути. Слейф Тейкон. А, нет, он где-то далеке схватен. То есть, это не от меня зависит. Может, они его воруют у кораблей, которые за нас. О, вот, я по нём попадаю тоже. Нет, мало здоровья на корабле. Всё. Вау. Жёл. Потому что они тоже повредились. Блин, я что-то... I'm too involved. Your... Trimaron is smashed beyond repair. Окей, continue. Странно, я вроде посинил его. Прикольно. Тут такая, знаешь, система. Вот это между уровнями можно чинить корабль и... Вот, во-первых, круто, что пароль мне дали, кстати, потому что смогу продолжить отсюда даже официально. Так, где? Тут, кстати, на радар есть смысл смотреть, потому что можно предвидеть... О, вот, сейчас вот тут, например, появится враг. И снизу. Да. Вот тут вот, главное. Я имел в виду справа. О, вот, здоровье каким-то образом взялось. Хотя, я не пойму откуда. Вот тут сейчас будет парочка. Ну, точно как BattleTech. Там, где разные виды техники. Вообще, это достаточно такие... Это как свой жанр. Я не знаю даже, как он называется, по сути. Battle Simulation Vehicular Combat или что-то такое. Ну, BattleTech это мой любимый пример, потому что это из этого типа игр мне больше всего нравится. Просто мне довелось в неё поиграть в джест, и поэтому... Она для меня самый такой представитель жанра. Но на самом деле, вот, Desert Track это более показательная игра, мне кажется. Причём я... Я что-то именно Desert предпочитаю... Всегда считать главные, потому что... Остальные две это как сиквелы, и обычно первая лучше всех в серии. Мины классные, конечно. Я вспоминаю, как в Mario Kart, например, и в играх такого типа. Обычно, вот, когда бросаешь за себя, что бы то ни было, ну, мины, то обычно от них толпы вообще нет. А тут вообще круто всё. Как это... Как разбить самолёт? Классная игра, знаешь ли, всё-таки. Идёт... Управлять... Разворачивать... Трудновато, но, знаешь ли, всё равно, достаточно-таки... Экшен, как бы. Окей, тут лучше вот это испортить. Классно было бы, кстати, если бы на... На разных кнопках были разные оружия. Потому что переключаться между ними очень неудобно. Долго, точнее. Да что ж там за слейвы? Как мне их спасти? Ага. Так, мне нужно что-то найти, во-первых. Тут есть вообще Айтол какой-нибудь? И я думаю, у меня основная задача это разбить вот эту, типа, баржу, которая была... Которая меня расстреляла в тот раз. Только я не знаю, как это сделать, потому что он меня быстрее расстреливает, чем я могу в него стрелять. Все слеи стейкен, вообще-то. Всё, по-моему... Нет. Очень странная игра, даже не думал, что я в такое буду играть. Я обычно, когда планирую стримы, то, ну, я стараюсь играть в определенные жанры, или в игры одной серии, или тематически как-то подбирать, но... В эту я вообще не ожидал поиграть. То есть, обычно я в такое не играю, это и игр такого типа очень мало, на самом деле. Ну, I'm getting the hang of this, как говорится. Бэм! Если бы кто-нибудь еще объяснил, что нужно делать... О, вот это... О, Enter Atoll. Осталось только найти его. Может, тут как по времени, или я типа... Их всех расстрелял, и этого достаточно было. Миссия не совсем... Понятно указана. I assume... О, вот оно. Что ж такое Atoll? Реально меня теперь заинтриговало всё это. Окей. I have lost many of their people. There are many of you. Thank you for your help. Короче, ну... Никого не смог спасти вовремя. Я не знаю, где их надо было. Может, я должен был торопиться, как бы, чтобы... Этих slaves выловить до того, как их корабли потонут. Потому что, возможно, там не все из кораблей были вражескими. Хм. Captured. Drowned. Ну, окей. Главное, чтобы допустили до следующего уровня. Это не тот уровень. Я не понимаю, как тут всё действует вообще. Потому что... На SNES, по-моему, вот этот уровень подводный как раз. Ого, ого. Такой быстрый. На SNES идёт тот уровень, по-моему, чуть ли не первым. Ну, по-моему, вторым. А тут, по-моему, может его вообще не быть, кстати. Или его подальше в игру отправили. А. Интересно, кто, возможно, было уклониться. Такое мне не нравится. Когда, знаешь, невозможно предвидеть. Хм. Тут они не умеют приседать, на самом деле. Ух ты. Не до... Чуть-чуть не до... Окей. Ещё две жизни. Хорошо. Мне жалко в этой игре, из-за того, что я, типа, хочу поскорее преодолеть это, чтобы добраться до водного уровня. При том, что я не уверен, что он вообще будет в этой версии. И... Как бы я бы... Больше ценил этот... Окей, знаешь что? Пожалуй, не буду. Так. Не, всё-то я вдруг понял, что вот в какой-то момент водные уровни даже немного больше понравились, чем эти. Потому, что тут достаточно всё примитивно, честно говоря. Что же она мне напоминает? Где враги тоже вот... А! Типа, по диагонали вот так стреляли. А, ну, шэдоу-дэнсер же, да. Потому, что там тоже они, когда приседают, их нельзя атаковать. Или собаку надо отправлять в них. О, вот эти бочки, как-то они взрывающиеся. Ммм, че он? Ого-го. О, наконец-то можно повыше добраться. Мне нужно, я так понимаю, наверх. Такой звук это, прикольный. Ага. Пэрлс. Я думаю, мне... Мне нужно их разбивать, потому что... Да, но на них нужно встать. А-а-а! О-о-о, я так далеко дошёл. It's kind of frustrating, I gotta say. Реально, мне не хочется даже играть в этот уровень. Я, честно говоря, даже сейчас немного... Соблазн есть взять и запустить... Сразу в один уровень. Я хочу сейчас увидеть пароли на неё. Мне всё равно, знаешь ли, я... Что я типа читерю, что я там квиксейвы использую, всё такое. Обычно... То есть, есть разные ситуации. Иногда, как бы... Себя на картридже играл, я бы, конечно, пытался. Или я бы уже забросил игру вообще. Но поскольку у меня конкретная цель увидеть один водный уровень и услышать, как звучит музыка из него, я могу в меню просто запустить эту песню, но туда не будет полный эффект. Поэтому сейчас. Waterworld. Passwords. Есть ли они вообще? Потому что тут сейчас... Stage skip. Pause the game. Press up, up, up. Right, down, left. A. Up, up, up. Right, down. Right, up. Right, down, down, down. To skip a stage. Pause the game. Hold select. And press start. Так это... Это для... Это для SNES. О. 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 Тут есть один уровень, чтобы все уровни сразу открыть. Я могу, конечно, вводить для каждого уровня отдельный пароль, но, честно говоря, да, у меня соблазн сейчас ввести вот этот главный пароль. Ata dn gised. Сейчас. Ой, вот эта кнопка. Окей, еще раз. Ох ты, так вот это мне, кстати, нравится, когда буквы вот так можно проматывать. Оно так модно. Только на одном экране, то оно кохремное. Ata dn gised. Я, конечно, читер позорный. О, вот. Старт. По-моему, есть кнопка end. Чит мод, е-е-е-е. Тут будут все локации доступны. Так, и осталось только угадать, какая из него... Ого, дайвинг. Ого, дайвинг. Дайвинг. Ого, дайвинг. Ого, дайвинг. Ого, прикольный. Ого. Эти аккорды, как в песне... Look in your heart, your eyes are open. Ну, там, где... Always I'm gonna be with you. Хе-хе. Может, тут другая будет на уровне? Ха! Вот как они решили. Да, вот этот уровень. Так, как он... А, тут тоже надо, как в лодке, тут надо А держать, чтобы плыть. А влево-вправо выбирает направление. Так не интуитивно. Кстати, выглядит очень круто. Мне нравится градиент на небе, как в... Играх про... Его постоянно водой подбрасывают наверх, в... Так, ну окей, это явно не как с NES-овской версии. О. Тут вообще назад можно плыть? О, да, Сэшка плывет назад, это удобно. Классно выглядит, мне нравится, как искажаются дома на фоне. Тоже по-своему неплохая песня, кстати. А, у меня патроны закончились, вот почему я не могу... Стрелять. А, воздух нужен? Да. О. Тут явно все не так, как в SNES-версии. Я прям, не знаю, если сейчас возьму и включу SNES-версию, потому что... О, вот это немного напоминает. Блин, прикольно, тут почти как в аэро все из-за того, что... Ну, рыба, медуза и как бы визуально чисто. Ау. Особенно да, когда вот так вот. Только его постоянно вверх слишком тянет. Когда ничего не делаешь, его все время то инерция несет, то... Не, оно очень не прикольно. Знаешь что, я, кажется, все. Сейчас SNES-версию надо включить. Даже фирма вроде как. И, наверняка, первый уровень тоже будет глючить. Вау, тут музыка сразу крутая. Ты что? Совсем другое ощущение от игры. Когда вот такая вот... Вау, тут же, блин, тут первый уровень тоже вот это. Туда-дуда-дуда. Оу! Как-то совсем неудобно, он слишком быстро. Он прям... Летает, и... Я не успеваю ничего сделать. Так... Ха-ха! Точно, да. Тут некоторые песни, на самом деле, похожи, потому что одинаковые звуки в них. И в этой, по-моему... Даже понятно, что делать нужно будет. Оно более как будто straight forward пока что. Такое action, оно очень динамичное такое, в отличие от синговской. Прикольно. Уже музыка прикольная. По ощущению именно. В таких контекстах, в таких ситуациях оно круто. И тут, кстати, сама карта интереснее. Она как бы охраничена. Она как лабиринт из затонувших домов. Это прикольная идея. Класс. Вот эту музыку прям хочется слушать. И, похоже, что патроны бесконечные. Это тоже неплохо. А ну, select? Нет. L, R? Нет. Тоже неплохо. Как по ним попадать по этим мелким? Тут даже не надо ждать водный уровень, чтобы услышать, что тут прикольно все. А еще я понял, что я, оказывается, все это время путал. И на самом деле, в том магазине, в котором я видел кадры из этой игры, была, скорее всего, не Waterworld, а Jungle Book. В ней часть уровней, конечно же, находятся в джунглях, естественно. Но потом там будет, как бы, вот это вот, типа, темпл такой небольшой. С обезьянами и прочее. Я до туда очень редко доходил, но, по-моему, там именно этот уровень показывался, потому что в демо показывают этот уровень. Ну, когда игру долго не включаешь, там показывают, типа, что будет дальше. А вот это мне нравится, когда инструменты бросают, ну, затухают, и остается только барабан и один инструмент. Это вообще реально любимые места в песнях у меня всегда. Потому что оно как-то честно сразу. Обычно, когда музыка, песня, это вот, как бы, так, трудно попадать по ним. В конец-то. О, вот, сразу дайвинг-бай. Окей. Если бы я еще знал, где это. Старт? Нет. Селект? Нет. Окей, я понял. Я пытаюсь. Хватит мигать. Интересно. А, вот компас, он все-таки показывает реально к цели. А, вот, вот это. Байо. Это как буй. Жеш. О, вот. Ну, буйок. Да, вот это. Я был уверен, что вот это будет на сеговской версии тоже. Музыка. Она настолько идеальная тут. Честно говоря, она так тихо по отношению к остальным звукам, что прям как-то не хочется делать громче из-за того, что я еще не могу понять, как тут стрелять, потому что так, start, нет. Тут некоторые каналы звуковые глушатся, когда звуки включаются. вот этот уровень, вот это место, точнее, вот такой стиль. Я как будто его видел. Я теперь не могу вспомнить откуда, потому что такого типа уровень был как раз в Aerial The Little Mermaid и еще в какой-то игре. И я думал, что это он, но на Sega он совсем другой. Может, хотя, там мог быть Waterworld, но я мог увидеть демо его. Сейчас надо еще раз его запустить и посмотреть. Не нажимать старт, потому что я вот именно вот такие кадры видел. Но я сейчас понимаю, что в Aerial тоже подобные места были. Ой, у меня, по-моему, заканчивается здоровье, которое здесь обозначает воздух. То есть мне сейчас нужно на поверхность подняться. Я так понимаю. А ну... О, нет. Или меня просто повреждают все. Energy Dumbledore No Bonus. It's ok. О, опять... Вот это так классно. Жалко, что оно сбивается моментально вообще-то. И все, и уже этот уровень пошел. Так быстро все. Причем я даже не хитерил ничего. На сейхе у меня заняло сколько? Минут 20, чтобы добраться до... И то я так и не добрался, потому что мне пришлось остальные уровни как бы наспех проходить. Но это неинтересно. А тут именно сразу по стрелке идешь, стреляешь во врагов, сразу попал в нужный этот. Круто мне такое подходит. ммм... Да, вот. Я, пожалуй, сейчас запущу реально recent run. Так, пожалуйста, будь на весь экран. Окей, он не на весь экран. Что-то по-глупому такой обрезанный. Так, вот так. О, нормально. Вот так. Я сейчас просто не буду ничего нажимать и посмотрю, что оно показывает, если... Да, на сейхе, конечно, гораздо более так агрессивно звучит саундтрек и совсем другое, именно как такой экшен такой. При том, что SNES-версия такая динамичная более, там очень легко и как бы плавно управляется лодка сама и стрельба такая, знаешь, как будто он не по воде, а по воздуху, как на хавербордах летает. И, ну, выстрелы сами мягче звучат. Короче, прикольно. А тут, наоборот, такое тяжелое общее ощущение. Окей. Он только сюжет рассказывает. А может, демо будет? Нет, значит, это был не Waterworld. Значит, ой, я literally dropped the mic. Значит, это было, скорее всего, Jungle Strike. Я сейчас хочу убедиться, что это могла быть она, потому что ой, Jungle Book, в смысле. Тут просто рядом Jungle Strike лежит. А ну, он, он схватывает? О, да, вот теперь схватывает. А ну. Сейчас я тут не буду нажимать ничего. Потому что, вот я пытаюсь, это такая великая загадка, какую игру я видел в детстве по телевизору, который играл, по сути, демо-режим всех игр. Либо Jungle Book, либо Aerial, либо Waterworld. Окей. Мне нет времени ждать, поэтому пробел. Да, вот это понятно. Это первый уровень, это все, это... как раз то, через что приходится каждый раз проходить, потом дерево со смеей, это тоже, как бы, общее такое. Прикольно, что он из сюжета рассказывает каждый раз. Well, that's a disaster. А ну, о, может, вот это, Dawn Patrol. А, слоны, ух ты, я до сюда не доходил просто сам, я не уверен, что здесь. Нет, это обычный, да, я тут как раз доходил, я это, да, окей. мне все-таки кажется, что это Jungle Book, потому что в нем, получается, сейчас, подождем историю в десятый раз, в нем, вот именно механика такая, где надо, ну, прыгать там и так далее, я просто не помню, чтобы в нем был уровень с замком. О, вот, нет, каждая картинка напоминает. Да, этот уровень я тоже проходил. Уровни в джунглях, на самом деле, наименее интересные. Мне нужно реально вспомнить, что это было за игра. Вот. Вот это, скорее всего, вот это должно быть то, что я видел тогда. Могли мастфайн кинг Луи at the top of the ruined village. Вот это, скорее всего, оно. А ну, момент истины. Fuck yeah. Я до сюда никогда не доходил сам в игре, потому что, ну, как бы, уровни остальные не очень, но я видел вот это. Да, я все-таки перепутал, я думал, что это Waterworld. Потому что, реально, руины из него похожи были. Ну, потому что, знаешь ли, тут мало чему быть не похожим. Это, в конце концов, просто стены. Да, я вот это, вот этот момент, как он прыгает вот так вот. Вот это все, блин. Все. Вот это, это реально могло, это все, что я мог увидеть тогда. Ты шо? Так странно, так именно нереально, ну, нереально увидеть кусок из прошлого, вот так вот. Да, я, пожалуй, использую это для видосика. У меня такое, знаешь, четвертой стены не существует. Я, как бы, не скрываю факт иногда, что я записываю для видосиков, материал там, или еще как-то. в данном случае тоже. Блин, я все это время думал, что я видел Waterworld, но, на сети он совершенно другой. И, оказывается, Jungle Book, он же у меня есть. Я все это время мог и в него поиграть сам, но я никогда не доходил так далеко. Я доходил, ну, я помню, что я на балу летал, потом были бонус уровни, и, собственно, все, больше я ничего не помню в нем. Надо будет поиграть, что ли, точнее, найти какой-то способ добираться до дальних уровней и сразу попасть в этот замок, потому что мне понравилось там. И, я же говорю, из-за того, что я видел этот кусок, то оно меня всегда интриговало так. И, ты шо, так прикольно, притом, что оно всегда было под рукой. Ну, у меня Jungle Book давно есть на картридже. Все, это был такой фейл, но в то же время и немного не фейл, потому что я узнал, что Water World на Sega и на SNES это две разные игры, и что Jungle Book я все-таки с ним путал. Так что, можно считать, что это успех. Так очень условно. Выключай.